приветствую вас дорогой друг в рубрике тренерские фишки и в этом видео мы с вами поговорим о том как можно на тренинге сделать почту готовы тогда приступим для того чтобы сделать на тренинге почту вам понадобится лист флипчарта который вы разместите горизонтально а также конверты которые вы на него прикрепите на этапе ввода правил а вы говорите участникам что у нас на тренинге будет действовать почта и в эти почтовые ящички которые каждый себе отметит вы сможете ложить друг другу какую-то информацию или обратную связь или какие-то записки и каждый сможет прочитать что у него накопится за весь тренинг самом конце обучения на этапе сбора ожиданий от тренинга вы можете раздать участникам вот такие вот карточки где сверху написано владелец почтового ящика и написано от тренинга ожидаю и попросить их написать свое ожидание от тренинга и после этого после того как они их зафиксируют вы можете попросить участников рассказать вкратце о себе рассказать о своем ожидании и прикрепить такую карточку на свой почтовый ящик тем самым он обозначит куда другие участники смогут ложить ему обратную связь и записки такая форма почты на тренинге даст возможность участникам получать обратную связь от друг друга также говорит то что не было сказано возможно кто то захочет обратить внимание на чьи-то зоны роста или на сильные стороны а так при мы и сказать не может и хочет об этом поделиться анонимно это даст возможность участникам быть намного откровении ближе друг другу для того чтобы получить еще больше обычного тренинга такую почту не использую на тренингах по ораторскому мастерству или на тренингах для тренеров. Когда очень много публичных выступлений, участники обращают внимание на кучу деталей. При этом, когда много участников, не всегда есть возможность качественно получить обратную связь абсолютно каждому со всеми нюансами, полутонами и оттенками. Поэтому это даст возможность еще больше обратить внимание на все самое-самое главное, которое было. И можно даже намеренно просить участников, а сейчас зафиксируйте обратную связь по выступающему и собирать это в конверты. При этом очень важно давать им возможность это все читать, либо же после упражнений, где вы намеренно просили их предоставить обратную связь по каждому, ее зафиксировать и положить в конверт, или же уже в самом конце тренинга, когда вы будете подводить итоги всего обучения. Вот такой вот классный способ, который вы можете использовать на ваших тренингах. Пользуйтесь и удивляйте ваших участников. А я желаю вам отличного настроения, творчества и новых достижений. С вами была Наталья Волосаева. До встречи в рубрике «Тренерские фишки». Увидимся!